Приветствую вас и давайте мы с вами попробуем разобрать ваши проблемы. Итак, вы пишете, что вы стеснительный, замкнутый, незаковорчивый, значит, без всего твоего ума. Также вы пишете, что у вас нет хобби, вы пишете, что не хотите никакого хобби. И, собственно говоря, кроме как лежать на диване и смотреть ноутбук, у вас больше нет никаких развлечений. Вы знаете, вы задавали уже вопрос о другой теме, по теме псориаза. Я вам, помнится, тогда говорил о том, что вам необходимо прорабатывать то, что с вами произошло тогда. Вот в момент, когда он у вас появился. Но вы, судя по тому, что задаете еще один вопрос, вы не готовы работать в этом направлении или готовы, но как-то вам не очень хочется. Смотрите, вам нужно определить, что для вас важнее. Если вам важно общение, то для этого придется осваивать какие-то новые виды деятельности, приобретать какие-то хобби, чем-то увлекаться. Почему? Потому что только так можно чего-то добиться. Только так можно получить общение с людьми. Только через проявление себя. А как вы можете себя проявить? Проявить вы можете себя только в речи, только в диалоге, только в интересах. И до тех пор, пока вы не нашли себе достойный интерес, то вы и будете одни, потому что вас с людьми ничего не связывают. Для того, чтобы были отношения нужные, чтобы с людьми вас что-то связывало. Хоть что-нибудь. То есть стараться найти свято общее с людьми. А это в первую очередь интерес. И это в первую очередь ваши блоки, ваши комплексы. Неуверенность в себе, стеснительность, замкнутость и так далее. Стеснительность нужно побороть, можно и нужно побороть. В зависимости от того, чего именно вы стесняетесь, чего именно вы боитесь, в чем вы не уверены. Тут ставим задачи в себе и выполняем постепенно их. Последовательно, начиная достаточно легко осуществим их задачи. Чтобы вы почувствовали успешность. Чтобы вы ощутили, что вы можете. И так дальше постепенно, постепенно от стеснительности вы будете избавляться. Следующее. Отсутствие чувства юмора. Понимаете, много-много существует очень методик, как расхитить в себе чувство юмора. Но в первую очередь чувство юмора всегда достигается за счет кругозора. Чем шире у вас кругозор, тем лучше у вас чувство юмора. Соответственно, нужно расширять ваш кругозор, повышать уровень ваших знаний, что-то изучать, чем-то заниматься, что-то узнавать новое. И понять главное, что чувство юмора – это контекст. То есть, это игра с контекстом. Самый яркий пример, когда мы говорим «компьютер», мы называем компьютером техническое устройство. А когда мы говорим «компьютер» человеку, мы говорим о том, что человек мыслит как компьютер. И в определенной ситуации это может выглядеть смешно. Кроме того, чувство юмора дано не всем. Если у вас его нет, у нас есть какие-то другие стороны, сильные стороны. Их нужно раскрыть. То есть, основная ваша задача и основной момент, который вам нужно для себя определить вот в контексте вашего вопроса, это что для вас важнее. Вот вы говорите, вам надоело быть одному, вы хотите с кем-то погуляться. В то же время вы говорите, что у вас нет хобби, и вы не хотите ничем увлекаться, ничем заниматься и так далее. То есть, у вас есть желание одного и нежелание другого. Того, что необходимо для достижения как раз таки желаемого вам. И это означает, что нужно для себя определить. Что для вас более приоритетно? Желать общения и для этого что-то делать. Или не желать хобби, ничего не делать и оставаться одному. Если вы выберете второй вариант, это ваше право. Ваше право выбирать тот вариант, который вы предстоит гнуть. И никто не говорит, что в этом случае вы будете один. Может быть, у вас и в вашей жизни появится кто-то, какой-то человек, кто-то. Но вероятность этого очень мала. И она, скорее, случайна. Если вы желаете так, устраивать свою жизнь, это ваше право. Но если вы хотите действительное общение, если вы хотите с кем догулять, если вы хотите компанию, то необходимо преодолевать в себе вот это вот нежелание заниматься хобби, не умение чьего-либо, а как раз таки начинать учиться чему-то и генерировать у себя хобби. И если я вас повторю, без этого общение невозможно. Почему? Почему? Потому что, с одной стороны, общение возможно тогда, когда человек приобретает новые понятия, когда он постоянно развивается, когда он обобщает, то есть понятие это есть обобщение. И это же обобщение человек переносит в общение с другими людьми, где он также занимается обобщением этих понятий других. И других, и тех, которые у него уже есть. И эти процессы являются параллельными в зависимости друг от друга. И именно так выстраивается обобщение. То есть, прошу прощения, не обобщение, а общение. Именно так выстраивается общение. Только лишь на постоянном развитии самого себя, на расширении своих горизонтов, на обобщение каких-то общих понятий, на стремлении к развитию. Потому что общение с другими людьми, это точно есть суть развития. Когда вы общаетесь с другими людьми, вы тоже развиваете, что вы получаете что-то новое. А вы, кстати, почему не готовы к тому, чтобы получать что-то новое. И основной вопрос, который вам нужно задать, задать, а почему вы не готовы получать что-то новое? О чем вы будете разговаривать с людьми, если вы не готовы ничего нового изрешать? О чем вы будете с ними общаться? Ну, вы не хотите общение. Значит, нужно определить для себя, что для вас важнее. И вот когда вы определите, что для вас важнее, если вы скажете, что нет, мне все-таки важнее общение, я готов что-то для этого делать, вот тогда можно вам помочь. Посмотреть, какие у вас есть сильные стороны, проработать ваши комплексы, избавить вас от них и так далее. Возможно, вам стоит пробегнуть гипнозом, чтобы забыть те обстоятельства, которые вызвали у вас цариас, например. А, и все. Но важно, чтобы у вас было желание, чтобы вы хотели, чтобы вы стремились, чтобы вы сделали свой выбор. Вот сделайте выбор. Либо вы не делаете ничего, и у вас все остается так, как есть сейчас, либо вы что-то начинаете делать, и у вас появляется, кроме того, что есть сейчас, что-то еще. И, собственно, все. Вам нужно сделать только этот выбор. И сделать его можете только вы. Никто за вас этого выбора не сделает, к сожалению. Вот так. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok